Итак, друзья, мы с вами говорим тему Мы находимся в теме Израиль и Церковь, и мы сейчас первый урок поговорили с вами о том, почему именно Израиль, да? То есть, потому что спасение народов, хотя в любом случае у Бога есть особые отношения с израильским народом. А где это началось, мы выяснили, началось там, где был Авраам, все началось со взаимоотношениями с Авраамом, слава Богу. И мы также напомнили себе, что в действительности каждый, и еврей, и нееврей, верующий в Иисуса Христа, может назвать себя ребенком Авраама, в смысле, по вере в Иисуса Христа. Да? Или нет? Да, аллилуйя, слава Богу. И это радует, потому что каждый может обнаружить себя в этом обетовании, которое Бог дал Аврааму. И давайте подойдем теперь к более близкому, еще ближе к этому вопросу взаимоотношений Церковь и Израиль. Давайте мы теперь второй наш пункт поговорим, вторую часть поговорим о образах, сравнительных образах Израиля и Церкви. Потому что именно из-за образов, которые мы можем увидеть, впоследствии пришла доктрина замещения. Ведь не секрет, что даже сегодня Евангельские Церкви, они совершенно спокойно, и я не исключение, в том числе пастор Евангельской Церкви, совершенно спокойно и без зазрения совести воспринимаю обращение Бога к Израилю, как обращение Бога к Церкви. Вы с этим сталкивались? Конечно же, кто-то более педантный очень нервничает по этому вопросу, по этому поводу. Но я это делаю не из-за доктрины замещения, конечно же, мы позже об этом будем говорить, наверное, не сегодня. Но, тем не менее, откуда это взялось? Почему вот такие взаимоотношения сложились? Почему кто-то, читая Ветхий Завет сегодня, христианин, читая об Израиле, вот решил каким-то образом это связать с собой? Вот откуда это взялось? Давайте мы посмотрим эти сравнительные образы. Опять же, мы не будем слишком глубоко идти, у нас нет задачи богословски исследовать эти вопросы, но мы все равно с высоты тычьего полета должны посмотреть и увидеть эти моменты, причины, почему, откуда это берется в наших взаимоотношениях с Церковью и Израилем. Итак, сравнительный образ Израиля и Церкви. Исход 4.22. Давайте откроем. Искажи фараону. То есть, помним, да, контекст истории Моисея и фараона. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Но, драматизм или даже трагизм здесь такой очень конкретный, но наша задача сейчас увидеть слова Бога, слова Бога об Израиле. Израиль есть сын мой, первенец мой. Вау! Знаете, мы можем увидеть, что Израиль реально есть как первенец, как сын Божий, как первенец из всей семьи народов. Вы знаете, сколько народов сегодня находят? Вот сегодня сколько народов. Ну, это, да, во времена Иисуса Христа в действительности было 72 народа, да, то есть как бы считается поднароды, народности, окей. То есть, ну, это я так спросил, совершенно не пытаясь как-то сумничать. Ну, считается больше, но суть не в этом. Суть в том, что вот из всей плеяды или вот всей многокрасочности народов, вот всех, Бог воспринимает все народы, потому что в каждом народе, да, есть дети Божьи, на сегодняшний день верующие в Иисуса Христа. Но, в принципе, Бог воспринимает народы, Он сотворил, в конце концов, эти народы, да, и, тем не менее, Израиль, он первенец из этих народов. А мы говорим с сравнительной образы церкви и Израиля и церкви. Где написано о том, что верующие в Иисуса Христа тоже дети, сыны Божьи? Или о ком еще сказано, что Он первенец? Первенец из мертвых, да? Иисус. А Римлянам 8 глава, пожалуйста, давайте откроем. Римлянам 8 глава. Прочитаем с 14 стиха. И вдруг мы что-то обнаруживаем. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть, кто? Сыны Божьи. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем оба Отче. Все самые Дух, то есть Дух Божий, Дух Святой, свидетельствуют Духу нашему в оригинале, провозглашают вместе с нашим Духом, что мы дети Божьи. Аллалюйя! Слава Богу! Итак, мы говорим, второй наш пункт, нашего плана, сравнительный образ Израиля и церкви. Когда мы понимаем эти вещи, нам легче понять, откуда взялись сложности во взаимоотношениях и как их упразднить. То есть Бог называет Израиль однозначно «сын мой». И в Новом Завете уже, причем здесь однозначно об этом говорится, это «сын мой», «Израиль сын мой». И в Новом Завете мы видим то, что верующие в Иисуса Христа, независимо от принадлежности к тому или иному народу, Бог называет людей таких верующих, вот всех-всех-всех, сыны мои, дети мои или сыны Божьи. Все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Бинго! Кто-то почитал, прочитал, скажем, чуть позже, чем ранняя церковь, эти слова, и подумал. Ага, мы сыны Божьи. Какой-нибудь латынянин какой-то там прочитал это и подумал. Все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Ага, евреи, не принявшие Иисуса Христа, не вводимые Духом Божьим. Значит, логическая задачка такая, равно не сыны Божьи. Или перестали быть сынами Божьими. Ну, конечно же, Бог нигде это не говорит, что Израиль перестал быть сыном Божьим, первенцем. Это уже придумали люди, но сам факт, вот, есть образ. Но это логический, это действительный образ, как бы, мы не можем это разрушить. Это факт. Бог и Израиль называет сыном Божьим, и церковь называет сыном Божьим. Ну, людей, церкви. Церковь состоит из людей, как и Израиль состоит из людей. Это факт. Сын Божий, сын Божий. Исход 19 глава. Мы говорим с вами сравнительные образы. Чтобы понять взаимоотношения Израиля и церкви, нам нужно об этом поговорить. Исход 19 глава. И прочитаем с вами 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. «А вы будете у меня царством священников, народом святым». Итак, Бог называет Израиль, и Он сделал Израиль. Причем Он сделал Израиль, это вот заключив завет с израильским народом. Вот так называемый, скажем, завет с Моисея, с израильским народом. Он называет Израиль священство, святой народ. И, конечно же, мы читаем 1 Петра, 2 главу. Мы делаем сравнительный образ. 1 Петра, 2 глава. Петр еврей, кстати. Да? Ну уж вы-то знаете. 1 Петра, 2 глава. Апостол Петр, он провозглашает потрясающую истину. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Итак, род избранный, царственное священство. Бог назвал и Израиль священством Божьим, и Церковь он называет священством Божьим. Да или нет? Да. Идем дальше. Исайя, 41 глава. Извините, Исайя, 5 глава. Мы не будем совсем все, но мы некоторые возьмем образы. Исайя, 5 глава. И прочитаем. Сейчас, 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 я уточню, что мы прочитаем. Я что-то не то записал. Хочу, ну, виноградник, да, но я хотел записать жена Бога. Я не ту цифру, конечно, скорее всего, поставил. Называет Израиль женой. Как? Главы, да, вы говорите? Давайте проверим. Техника, видите, меня подвела. Да, да, спасибо большое. Вот, 54-й. То есть я, видите, как циферку не дописал и все. Хотя там про виноградник тоже хорошее сравнение. Так что сразу так, на вскидку сделаем сравнение. Бог называет, Господь называет Израиль виноградником и церковь. В общем-то, виноградник тоже. Иисус говорит ученикам, да? Я виноградная лоза, скажем. Итак, читаем. Ибо твой творец есть супруг, 5-й стих. Ибо твой творец есть супруг твой, Господь словов имя его. И искупитель твой, святой Израиль, в Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. И опять же, в Ефесянах 5-й главе, давайте даже не будем открывать, но запишите просто, в Ефесянам 5-я глава, там есть сравнение церковь и жена. Как муж должен любить свою жену, кто-то заулыбался, как и Христос церковь. То есть, там такая игра слов и такое интересное сравнение. Тайна, говорю по отношению к Христу и церкви, но там на фоне муж-жена. И, в общем-то, есть аналогия невесты, так же, хотя, если быть откровенным, это опять же об Израиле говорится, в первую очередь. Но и о церкви так же, брак Агнца. То есть, конечно же, и невеста. Ну и достаточно последнее, давайте посмотрим, например, второзаконие 6-ю главу. Итак, давайте посмотрим. Здесь надо несколько стихов прочитать, чтобы увидеть вот эту передачу. Например, с 4-го стиха давайте начнем читать. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Вот 7-й стих, он очень интересный, что «говори это и детям своим, говори это, и когда ты идешь». И здесь есть аналогия свидетельства о Боге. Свидетельства о Боге. Что то же самое, церковь должна говорить, церковь не может, мол, Павел говорит Тимофею, проповедую вовремя и не вовремя, исполняя дело служения свое, дело служения, то есть дело благовестника. Иисус, он послал учеников в Матфея 28-й главе, великое поручение, и он говорит, идите научите все народы, крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа. В Деянии 1.8 Иисус конкретно говорит, да, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, даже до края земли. То есть идея говорить о Боге, говорить или исповедовать господство Иисуса Христа в сегодняшнем дне, или господство Бога, эта идея, она была как для Израиля, так и сегодня для церкви. То есть однозначно. Аминь. И почему мы посмотрели некоторые вот эти сравнения? Для того, чтобы увидеть, как потихоньку происходило вот это замещение, идея замещения. Где конфликт? Почему появился конфликт? И почему, или как мы можем жить без конфликта христианской церкви и еврейского народа, и Израиля. То есть когда мы обнаруживаем, что Бог реально, Он называет сыном, например, и Израиль, и церковь, а, так мы оба сыновья, так мы оба дети, все нормально. Единственное, что Израиль первенец, там однозначно назван. Первенец? То есть Он такой же сын, и церковь такой же сын, но Израиль первенец. Но с другой стороны, если я младшенький, церковь, это тоже не так уж и плохо. Вон там Иосиф, или там Вениамин. Как бы вот... Бог любовью не обделяет никого. Вот к чему я это веду. Аминь. Аминь. И, наконец, мы подошли к картине ранней церкви. Деяние, вторая глава. И теперь мы поговорим о ранней церкви. Мы не будем говорить глубокую историю ранней церкви. Я думаю, у вас была тема история церкви. Была тема у вас история церкви? Пастор Сергей Грищенко должен был у вас преподавать, да? Так и было. Ну, я ж помню, да. Он мне говорил просто. Итак. Деяние, вторая глава. Давайте прочитаем. Вот это начало традиционно, классическое рождение церкви. Прежде чем прочитаем, давайте вспомним. Где вообще говорится о церкви впервые? Ну, скажем, не слово «церковь». Ну, можно сказать и слово «церковь», если мы говорим о классическом... Иисус говорит, да? То есть, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. В Матфея 16 главе он провозглашает о церкви. То есть, он провозглашает, если быть более корректным, конечно же, он не сказал греческим словом, то, по всей видимости, Иисус говорил на арамейском. И, скорее всего, он, конечно же, использовал слово, которое было всем понятно. И, скорее всего, он сказал о священном собрании. Но Матфей, евангелист, который тоже, в общем-то, был евреем, он, как бы, сделав перевод вот слов Иисуса на греческий язык, я думаю, что он был, Вадим, Духом Святым, и он достаточно детально или очень близко подбирал слова, чтобы более точно передавать смысл. Как вы думаете? Да или нет? Согласны вы со мной? Вот с такой позиции. Так вот, когда Иисус сказал, я создам общество святое, или не общество святое, а священное собрание, вот в понимании богослужебного собрания, да, то есть это, может быть, даже удивило сначала евреев, учеников. Ученики же, они были из религиозного общества, в принципе. И для них это понятно, что они ж общество святое, то есть они священное собрание. А Иисус говорит, я создам общество святое, или священное собрание, если быть более корректным. Священное собрание. Так, а есть же уже священное собрание, но Иисус говорит, я создам священное собрание. То есть этим он не умаляет то, что есть. Он сказал, я пришел не отменить закон, но исполнить. Но тем не менее Иисус говорит о церкви как о неком новом институте. И вот потом в книге Деяний мы обнаруживаем рождение церкви. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Тут остановимся. И я думаю, что мы знаем все дальнейшую историю, что Петр начал проповедовать и покаялась 3000 человек как минимум. И вот так началась церковь. И потом, давайте все-таки сразу прочитаем, 42 стиха, 41. Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершило через апостолов в Иерусалиме. Все, вот мы обнаружили рождение церкви и становление церкви. И вот деятельность церкви. Как она, что она делала, как она функционировала. Итак, друзья мои, когда мы говорим о рождении церкви, я сделал такой акцент, что до 5 стиха мы прочитали. В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Петр был кем? Иудеем, как и все остальные апостолы. Потому что они были конкретными евреями. Когда Петр проповедовал в Иерусалиме, пока присоединилось 3000 человек, кто они были? Но иудеи. Реально, они пришли по закону, они пришли на праздник. Римлянам, я имею в виду гражданам Рима, до лампочки был этот праздник. Я извиняюсь за грубое выражение. Разве только для тех, это что-то особое было, кто каким-то образом прикоснулся к иудаизму того времени. Но это значит, что первая церковь реально были все евреи. Ну, или в большинстве своем были евреи. Это была еврейская церковь. Если мы смотрим в историю, и повторюсь, не уходя глубоко в историю, просто напоминая какие-то моменты, то вы, наверное, тоже вспомните, что вначале, как воспринимали то, что они делали? Собирались вместе там и молились, и так дальше. Как их воспринимали? Например, римские власти, их воспринимали однозначно, как иудейские какие-то там движения. Сами иудеи, традиционные иудеи, религиозные иудеи, как их воспринимали? Секта. Конечно же, воспринималась как секта. Причем у них достаточно было какое-то такое интересное отношение. Вначале мы же видим, что они собирались в храме и по домам. То есть, они в храме собирались. То есть, это значит, что отношение к первым верующим было достаточно лояльным. Или нет? Это чуть позже начнутся гонения. А вот почему начались гонения? Ну, это классическое, вот когда мы говорим о миссионерстве, да, вот, начало миссионерства. Вот они же никак не хотели как бы разойтись, и вот Господь допустил гонения, чтобы они наконец-то пошли и стали проповедовать. То есть, в этом смысле есть логика, конечно же. Но в действительности сто процентов, или в большей степени гонения все-таки начинались из-за того, что реально много людей обращались ко Христу. И более того, когда мы читаем книгу «Деяний», мы обнаруживаем, что и даже учителя израильские обращались ко Христу. И, конечно же, власти, им это не нравилось. И вот они создали условия для гонений, и Бог это использовал, эти гонения, чтобы проповедь пошла за пределы Иерусалима и Иудеи. Но реально первая церковь, это была мессианская церковь, если скажем современным языком. Безоконечно они так не называли себя, чтобы мы как бы понимали, да, то есть слово мессианская церковь, там, евангельская церковь, там, еще какая-то там протестантская, харизматическая. Это все новоиспеченные слова, вот совсем, как говорится, недавно, там, каких-то 500 лет назад появилось понятие протестанты. То есть этого не было, конечно же, названий этих, но церковь была еврейская. То есть начало и развитие это были евреи, которые двинулись. Ну, сам Иисус, конечно же, был евреем, поэтому однозначно. Это не совсем впоследствии нравилось верующим из язычников. Потому что вот эта вот глупейшая идея, что евреи распяли Христа, она вот как-то вот дьяволом была подкинута, как футбольный мячик, знаете. И какие-то люди, они сыграли на этом из-за каких-то личных, возможно, неприязней, каких-то еще. Но за этим стоит дух, все тот же дух антисемитизма, тот же самый дух. И вот эта карта начала разыгрываться впоследствии. Но реальность такова, и эта церковь должна признать, что у церкви однозначно иудейские корни, у церкви однозначно еврейское начало, у церкви однозначно спаситель еврей. То есть, если так буквально подойти. Церковь, понимая это, снимает градус непонимания или конфликта с Израилем, с евреями. В то же время, как и евреи, которые начинают это понимать, что мессия, еврейский мессия, вот это он и есть еще о хамашиях, вот это он и есть. То есть, приходит свобода, и приходит свобода в взаимоотношениях с христианами. Аминь или нет? Аминь. Это очень важный аспект, по этому поводу расскажу вам историю. Возможно, вы слышали, это достаточно, сейчас распространяется эта история, потому что, ваше здоровье, как бы есть задача говорить об этом. В Канаде есть церковь в каком-то из городов, я не помню, что это за город, но здание церкви, которое было куплено, и там, где собирается эта церковь, она имеет свою историю, это здание. И некоторое время назад мои знакомые были в этой церкви, и пастор рассказал эту историю, сказал, обязательно всем рассказывайте. Я раньше еще слышал эту историю, мне недавно напомнили ее. Так вот, когда эта церковь, евангельская церковь, решила купить здание, здание это была бывшая синагога, и продавали вот какое-то, ну, еврейское там общество или что-то там, вот такое, эту синагогу. И когда те, 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 те пытались купить, что-то никак не могли договориться, и в конечном итоге она вообще подвисла продажа этого здания, и даже цену начали опускать, и в конечном итоге приходит туда пастор евангельской церкви. Когда узнали, что это пастор евангельской церкви, ему так сказали, что, ну, вы не по адресу на самом деле пришли, потому что 100% у вас не получится этой сделки. Он сказал, ну, дайте мне поговорить со старшим, ну, там, Равин был в возрасте, даречка такой. И в конечном итоге этот Равин согласился с ним встретиться, с этим евангельским пастором. А пастору сказал Господь купить это здание, и он сам понимал всю каламбурность ситуации синагога. Тут христиане, понимаете. И когда этот пастор пришел, стал говорить, а Равин сказал, «По какой причине, вы думаете, я должен продать вам именно это здание?» И еще по той цене, которую вы предлагаете, потому что цена была намного еще ниже, чем была заявленная цена. И этот пастор сказал, «Во имя Иисуса Христа». Знаете, как иногда мы христиане, мы так вот, «Во имя Иисуса Христа, перестань курить в моем присутствии». Сказал один брат начальнику на работе, в кабинете у начальника, и после этого потерял работу. Реальная история. Сказал, гонение за Христа. Говорит, нет, 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 это не гонение за Христа. Это, да, мудрость и нема, и какого-то почтения к своему начальнику. Так вот, он говорит, «Во имя Иисуса Христа». Ну, в данном случае, это то, что Бог сказал ему, скажи, «Во имя Иисуса Христа». И он это делал через силу, потому что он понимал всю странность ситуации. Но когда он сказал это «Во имя Иисуса Христа», вы должны это сделать. Раввин посмотрел на него и сказал, «Окей, готовим документы, мы все подпишем». И это Раввин, «Во имя Иисуса Христа», он готов был подписать документы на условиях этого пастора и по той цене. И потом, когда они общались, он рассказал историю, что когда я был ребенком, нашу семью забрали со всеми остальными и ввели расстреливать. И мне получилось убежать. Родители меня там как-то вытолкнули, и я убежал. И всех убили. Я спрятался в поезде. Вот знаете, поезда с открытым верхом, грузовые поезда, с открытым верхом я спрятался под брезентом. Там я хотел уехать в другой город, там, где были родственники. Он из Европы, этот Раввин. В другую даже страну он хотел уехать, вот на этом поезде. И проверяли, ходили солдаты немецкие, проверяли все эти поезда. И солдат один открыл, этот брезент увидел мальчика там, еврейского мальчика. И он посмотрел на него и сказал, «Я никому не скажу, что ты здесь. И запомни это. Во имя Иисуса Христа я это делаю». И этот мальчик запомнил эти слова. И когда он услышал от этого пастора, «Почему я должен вам продать по вашей цене во имя Иисуса Христа», для него это было… И он это сделал. Это была спасенная жизнь. Чему я это говорю? Я рассказал эту историю именно к тому… Он был Раввин. Да, да, он вырос, он спасся, он отучился. Я не знаю, как дальше судьба этого Раввина. Возможно, он принял Мессию, я просто не знаю. Но вот сам факт этой истории вот такая. И я говорю это о том, все, возвращаемся к истории церкви. Мы смотрим на картину ранней церкви, что ранняя церковь была еврейской церковью. Конечно же, тут возникает вопрос традиций и проблем, с которыми столкнулась ранняя церковь. И впоследствии и с язычеством столкнулась ранняя церковь, конечно, очень жестко. И с проблемами. Но, тем не менее, и ранняя церковь сталкивалась с проблемой иудаизма. Потому что, я не знаю, насколько вы затрагиваете в своем обучении вот тему иудаизма. Возможно, вам говорили или скажут еще, что иудаизм в чистом виде, его как бы не существует в сегодняшнем дне, я имею в виду. То есть, есть целые периоды в иудаизме, как и в христианстве, в общем-то. Есть целые периоды. И если мы говорим о иудаизме времен Иисуса Христа, это не совсем тот иудаизм, который был во времена патриархов, ну, или, скажем, наверное, более правильно сказать, Моисея. И есть понятие библейский иудаизм, есть понятие раввинистический иудаизм. Да? Ну, не мне, конечно, учить этому, я просто как делаю такие срезики, чтобы мы как-то размышляли вместе, подкидываю мысли для размышлений. Так вот, друзья мои, и ранее церковь с этим столкнулась. То есть, церковь, с одной стороны, церковь должна понимать, что корни – это библейский иудаизм, однозначно. Бог Авраама Исаака Якова – это тот же Бог, это тот же Яхве, это Яхве, который открылся Еве, и потом открылся, ну, в лице Еве человечеству, и потом открылся позже патриархам, и это тот же самый Иисус Христос, который говорил «Я есмь», да, то есть, как бы, я… Это тот же самый библейский Бог, это библейский иудаизм, это тот же все Бог, это «да» и «амень». Но когда ранняя церковь начинает, или верующие ранней церкви ходят и приносят жертвы, это, так, срез истории маленький, то есть, первые христиане. Если вы помните вообще, как называлась ранняя церковь, это просто были верующие, это просто, ну, ученики они называли себя. Верующие ученики, они даже себя христианами как таково не называли, так по большому-то счету. Они себя мессианскими евреями не называли, вот именно в сегодняшнем, в современном смысле. Они были ученики Христа, они были верующие, как-то вот так. Пришел момент, когда их начали, вот, раннюю церковь начали называть христианами. Где это было, кто помнит? В Антиохии, совершенно верно, книга Деяний. В Антиохии их начали, тамошних учеников написано, стали называть христианами. То есть, последователи Христа, или вот их связывали именно со Христом. И вот церковь начала потихоньку называться христианской. Ну, и то, это чуть позже, вообще, понятие христианская церковь, она еще чуть позже пришла. Но в любом случае, именно в Деяниях мы видим, что учеников начинают называть христианами. Их не называют иудеями, их не называют евреями, их называют христианами. Чуть позже. Но иудейское давление иудаизма, я имею в виду раввинистического иудаизма, ни в коем случае я не имею в виду библейского, но раввинистического иудаизма уже даже времен Иисуса Христа, оно давлело над ранней церковью. И в этом также есть своя проблематика, к которой мы придем, проблема взаимоотношений. Есть своя проблематика, которая давила на христиан из язычества. Ведь мы прочитали в Ефесянах, что из двух одного нового человека Господь сотворил, благодаря жертве Иисуса Христа. А когда мы читаем книгу Деяния или Послание Павла, мы обнаруживаем, что давление раввинистического иудаизма было весьма серьезное на раннюю церковь. Потому что там, где до тех пор, пока язычники не каялись, или пока язычники не стали массово приходить ко Христу, глобально эта проблема не высвечивается. Потому что, скорее всего, ранние христиане, ранние верующие, вот ранние церкви, они совершенно спокойно праздновали шаббат, с одной стороны, и совершенно спокойно в первый день недели они общались и принимали причастие, как ранняя церковь непосредственно, скажем, как христианская церковь. То есть и у них все нормально было. Здесь у них конфликта не было, потому что они были евреями, они выросли в традиции. Для них это совершенно нормально было праздновать шаббат в субботу, потому что это день, скажем, святой день, священный день. Ну и точно так, совершенно нормально, они в первый день недели, по-нашему, в воскресенье, они вечером собирались, или дома собирались, или если большой группой они собирались, как правило, это было или на кладбищах, или где-то на пустынных местах. Но здесь еще они в храме даже собирались. На кладбищах? Да, собирались на кладбищах. Это во времена гонений. Я просто чуть затронул поздний период. Во времена гонений они собирались на кладбищах, потому что там мало людей было. Они не были сатанистами, то есть при всем при этом. То есть они собирались в катакомбах, на кладбищах, потому что там нет людей, и они там праздновали. А потом, чуть позже, почему кладбище так классно было им собираться, Потому что когда умирали за Христа, они собирались на могилах у погибших, умерших, пострадавших за Христа, и оттуда и пошла идея святых, не отпевания, а почитания святых. Потому что мощи, 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 если интересно, откуда берутся, это брат Елисей. Брат Елисей, вот так вот пророк подкинул идею, подкинул косточку. Вот так. Но в любом случае, возвращаясь к нашей мысли, пойдем на перемену, что у ранних христиан конфликта не было с иудаизмом, потому что они вышли из иудаизма. Но когда в раннюю церковь начинают вливаться языческие, так сказать, бывшие язычники и становятся нехристианами, вот тут возникает непонимание. Тут возникает конфликт, который мы с вами также видим в книге Деяний. Да или нет? Да. И мы должны с вами обнаружить, насколько Павел, он, ну где-то даже достаточно жестко выступает против закона, он выступает против вот иудаизма как такового, который навязывается, я имею в виду, в вопросе с язычниками. И все равно, даже говоря о евреях и язычниках, вот возвращаясь к посланникам Ефесянам, он делает однозначное заявление, я убежден, что это под воздействием Духа Святого он действует, потому что это священное писание, это Слово Божье. И он однозначно как бы вот выхолачивает, он делает серьезный вывод, друзья, давайте отставим разногласия язычника и еврея. Если мы уверовали бы Иисуса Христа, как бы Господа и Спасителя, мы новый человек. И тут, конечно же, возникает вопрос, подожди, так, а надо праздновать, а надо соблюдать субботу, а надо то-то, а надо жертвы, а надо, я говорю о ранней церкви, да, а надо то-то. И он говорит, суть не вообще, если мы циклимся на праздники или тем более жертвы послания к евреям, если вы читаете, ну, кто-то считает, что это Павел, писал я лично, мое субъективное мнение, что это апостол Павел, но, конечно же, классически это считается или корректнее сказать, что неизвестный автор. Там однозначно послание, и это направлено к кому послание к евреям? Ну да, к евреям. Вот там послание к евреям. И там однозначно говорится о том, что не остается жертвы. И это очень серьезно, потому что ранние христиане, это уже вне библейские источники, история ранней церкви, первые христиане из евреев, они прекрасно ходили и приносили жертвы. То есть есть жертва Иисуса, то есть им классно было и с христианами, назовем их так, но в то же время из евреев, христиане, они продолжали ходить и приносить жертвы. То есть и здесь вот непонимание, поэтому Павел, он достаточно жестко об этом говорит, друзья, вы не поняли суть вообще креста, вы не поняли суть Иисуса Христа, что он сделал. Вопрос не в том, что мы принесем или не принесем. Вопрос вообще не в том, будем соблюдать на субботу или не будем соблюдать. Вопрос, будем ли мы воспринимать Иисуса как единственную жертву и кровь, которая омыла нас. Вот в чем суть вообще. Вообще, конечно же, не было полного понимания и отсюда возникали все эти непонимания. И это же навязывалось и на язычников. Вот он конфликт, начало конфликта такого именно в естественной плоскости. Духовный там антисемитизм, понятно, но в естественной плоскости. И вам надо обрезаться, и вам надо... Знаете, более того, даже язычники, они готовы были это делать. Вот уникальность ситуации. Первые христиане из язычников готовы были обрезаться, готовы были делать все-все-все, что там было по иудейской традиции. Это нонсенс, но это так. Галатийская церковь, церковь из язычников. Павел там однозначно говорит, ребят, вы чего? Вы, начавшие по духу, заканчиваете плотью. Ну тогда обрезайтесь уже вообще под корень. Он там настолько жестко там все это разбабахивает. И именно там, в Патроне Галатам, он говорит, друзья, вы разумеете, верующие суть дети Авраама, не дети Моисея, дети Авраама по духу. Ну тем самым он говорит о, как бы, идее Бога до закона. То есть закон был дан, был дан позже. И суть не всего, не в исполнении закона, а суть в вере. Да, как бы, ну это уже такие богословские моменты. Давайте пойдем на перемену. Итак, мы говорим картину ранней церкви. Мы с вами смотрим, откуда возникают конфликты, откуда приходит какое-то непонимание. Общая тема Израиль и церковь. И мы сейчас находимся в ранней церкви, и мы туда вернемся после перемены. Хорошей перемены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok